Сегодня мы познакомимся с точкой на карте, селом Средние Пахачи Алютарского района Камчатского края. А почему я сижу в Яранге? А потому что нас познакомит с ним Лилия Аслапова в девичестве Аймык, которая родилась в настоящей Яранге, недалеко от этого села. Лиля – большой друг нашей библиотеки. Она народная мастерица, она знаток традиций, она на равных общается с учеными, она рассказывает о родном языке, о родных традициях самым разным людям. Она очень интересный человек. Семья Лили тоже очень интересна. Родители ее – оленеводы, оленеводы-кочевники Александр Константинович и Мария Ивановна. А всего в этой семье, удивительной семье, было 10 детей. Лиля была девятая. Лилия Александровна, родилась я 17 декабря 1970 года. В месте, который называется Ярар-Камлель. Он находится приблизительно от портпункта Пахачи, выше где-то 100 километров, ну может 120 километров в верховьях реки Пахачи. Место называется Ярар-Камлель. Рядом с селом Средний Пахач, оно где-то находится в этом районе. Первый раз, когда я увидела свет на столбах, это когда мы гуляли допоздна с братом, ну и с другими соседскими детьми. Это был 75-й год, наверное, может 74-й, но я еще маленькая была. Я пришла в Ярангу уже после прогулки и спрашиваю у мамы. Я видела сопок на высоких палках, на деревьях, у тырхак, эзекио. Эзекио — это свет. Спрашиваю, что это за свет. Этого света было очень много, как ярких звездочек на небе, только еще ярче. Оказалось, это был свет на столбах. Она мне сказала, что это свет, и это поселок, тоже населенный пункт, там живут люди. Такие же люди, как мы. Но есть, говорит, другие люди, совсем другие. Их называют мельгетанит. А мельгетанит — это русские люди. Я ее спрашивала, зачем они приехали, кто они такие, я когда-нибудь увижу их или нет. Она мне говорит, вот когда пойдем в поселок за продуктами, за хлебом, за чаем, мы тебя с собой возьмем, и ты увидишь этот мир, совсем другой мир. Давайте откроем книгу и прочитаем. 7 февраля 1966 года. Решением Алюторского райисполкома номер 27 в районе села Средние Пахачи сделан отвод земли в равнинной части поймы на левом берегу реки Пахачи под застройку села в связи с частыми размывами и затоплением села Верхние Пахачи. 1966 год. А 7 февраля 1975 года зарегистрировано село Средние Пахачи Пахача-Чукотского сельского совета депутатов трудящихся. Начало нашего села, как видите, лежит не так уж и глубоко в прошлом, но это место издавна было место кочевок. Кочевок оленеводов Чукчи, кочевок оленеводов Коряков. Люди там жили много-много лет подряд. Что из себя представлял раньше поселок Средний Пахач? На самом деле поселок построен на вечной мерзлоте и дома деревянные. Но отопление было проведено над землей, и, естественно, некоторые места и дороги были... Прямо мы передвигались над этими теплотрассами. Вот то, что мне не понравилось, что эти передвижения были не по земле, это по теплотрассам надо было подниматься и идти. Население там было раньше, очень много было народу. Я не помню, сколько народу, может быть, ну... Точно не могу сказать, сколько там вообще общее количество населения было. Может, 500 человек, может быть, чуть-чуть меньше. Но мне казалось, в то время маленькая была, еще ребенка, мне казалось, очень много народу было. И населял поселок, население было разное. Разные-разные люди проживали. Там были и Чукчи, и береговые коряки были, Уэземау, потом были еще русские, и украинцы, и белорусы были, и, не знаю, может быть, и татары, по-моему, там были, и корейцы были, ну, потомки корейцев. В общем, многонациональный поселок был, очень дружно жили. И действительно тогда для меня это оказался совсем другой мир, совершенно другие люди. Я когда первый раз увидела... Мы пришли в магазин, во-первых. Я первый раз увидела продавцов, у которых были глаза другого цвета, волосы другого цвета. Мне они показались страшными людьми, ну, потому что это не... На нас вообще они не были похожи. Я вышла на улицу, убежала на улицу и сидела пока вот на скамейке, пока не вышли родители. Я очень сильно испугалась. Когда мама с отцом вышли, они меня спрашивали, почему я убежала оттуда. Я им сказала, что там келет, а келет — это черти. Это будет смешно сказано, но я так подумала, что это не люди. Потому что у них глаза были совершенно прозрачные. Мне показалось, что они меня не видят. Голубые глаза, светлые глаза. Волосы вовсе не черные, а белые. 1 сентября 1971 года в селе Средние Пахачи была открыта начальная школа и детский сад Ясли. А еще это село славилось своим домом культуры. Большим, красивым и удобным. Раньше там клуб был, дом культуры. Почему-то из всех этих зданий мне понравился дом культуры. Не знаю почему, но может быть потому, что мы ходили туда в кино. Уже когда я узнала, что это поселок, что там есть и фильмы, можно посмотреть. Такое здание, где веет чем-то таким, мне казалось, каким-то таинственным. Что-то такое сказочное творится в этом здании. Не знаю почему. Прожили мы в Средних Пахачах с родителями до 1981 года. Потому что в Средних Пахачах школа была трехлетка. До третьего класса учились дети, а потом их отправляли либо в Апулку, или в сам поселок Пахачи. В первые, наверное, три года я не понимала, для чего я нахожусь в этом здании, где дети переодеты в русскую одежду и сидят за партами, что-то пишут в тетрадях. Конечно, я училась, но не могла понять для чего. И только в третьем классе я более-менее уже осознавала и начала учиться. Конечно, хорошо учиться. Не понимала, зачем стихи учат. Зачем они нужны, эти стихи? Если мы же дикие, можно сказать, как Маугли, Стундры. У нас птички, да оленей, да собаки. Я не понимала, для чего мне это нужно. Вот эта учеба, для чего эти школы, зачем это все нужно. До 70-х годов мы все кочевой образ жизни вели. Оседлый образ жизни начали вести, когда появились ближайшие населенные пункты, поселки, деревянные избы, деревянные дома. Пожалуй, больше всего информации о селе Средние Пахачи мы можем получить из этой книжки этнографов Лебедева и Симченко «Очайвоямская весна». Есть там глава, посвященная этому селу. Можно прочитать, какие там были домики, какой там был роскошный дом культуры, как зажиточно и интересно жили жители. У них были не только оленьи стада, они заготавливали траву для коров, у них было свое молоко, они ходили на рыбалку, у них были собаки, которые бегали по специальным эстакадам, потому что это уникальное село было построено на вечной мерзлоте и по земле там не ходили. Вот всем рекомендуем эту книжку почитать. Когда мы только пришли в школу, в нулевом классе, это был самый подготовительный класс, я запомнила, что нам читали сказки на родных языках. Мы сидели в игровом классе на ковре и слушали. Я помню Эльвиру Григорьевну Хаял, по-моему, у нее фамилия, она сама с Хаилина. Она нам рассказывала прямо на корякском, чаучевенском языках сказки. И вот слушая эти сказки, мы всегда тогда жили еще, в ярангах в школу ходили, с яранги в субботу, в воскресенье уходили, в яранги к себе, к понедельнику приходили. И тогда мы все равно, слушая сказки, окунались в свою жизнь, в свой быт через сказки. Но было намного лучше тогда. Если бы это сейчас, мы рассказывали своим детям на родных языках, эти сказки вообще было бы, не знаю, это было супер, если бы знали многие дети, наш язык не забыли. Я говорила на родном языке, конечно, первые моменты мне переводчики были, брат и сестра. Но сестра, да, в основном всегда была рядом, и она помогала мне общаться с воспитателями, с учителями. И опять же, когда я в школу пошла, нас переодели, сняли с нас меховую одежду, одели нам колготки, халаты, кофты, и мне постоянно было холодно. Я всегда мерзла и всегда просила сестру старшую, чтобы она попросила мой, забрала мою одежду, и попросила родителей, чтобы принесли меховую одежду, потому что там мне холодно, мне всегда хотелось вернуться в мою одежду, потому что я в ней себя чувствовала комфортно, и мне было тепло. Даже сейчас, находясь здесь в городе, живя здесь в городе, когда я одеваю свою национальную одежду, даже плетаю свои накосные бусы, просто одеваю камлейку и торбазики. Я себя чувствую очень комфортно, я как будто бы окунаюсь в свою среду, когда я в своей одежде нахожусь, и где-то даже какой-то небольшой праздник или какую-то церемонию надо провести, обязательно одеваю одежду свою национальную. Когда меня спрашивают, ой, как вам хорошо идёт ваша кухлянка, или ваш торбоза, или ваш комбинезон, или как вам идут хорошо накосные бусы, я отвечаю, потому что это моя одежда, но и это так же, как моя вторая кожа. Очень комфортно себя чувствую. Наверное, я думаю, что любой человек из числа коренных жителей, если он одевается в свою одежду, хотя бы в один из предметов своей одежды, то он так же себя чувствует комфортно, как я. Это наша вторая кожа. За современной информацией о состоянии села мы обратимся на сайт правительства Камчатского края и узнаем, что расстояние от Петропавловска до села Средние Пахачи по воздуху и только по воздуху – 1277 километров, а проживают в селе 338 человек. Вот такое вот оно – село Средние Пахачи Алюторского района Камчатского края. Вот такая вот она – точка на карте Камчатки. Алюторского района Камчатского края